Тихо не скажите что-нибудь. Вырубила все заново и мы снова положим. Непонятно почему. Сегодня неземные поклоны, так что Божьей милости будь мне грешному. Создавай меня Господи, помилуй меня. Достойно есть, ако воистину блажите Богородицу, преснобоженную и пренепороченную Матерь Бога нашего, честнейшую Хервим и славнейшую воистину Серафим, безысление Бога, Слово Рожише Иссущую, Богородицу Тебе нещаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради причистой Твоей Матери, силы честного жертвящего Креста, святых ангелов наших, хранителей, и всех ради святых помилуй и спаси нас. Нету блага и си человека любит самим. Боже, милостью будь негрешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Беще славится, грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Вот эти молитвы достойно есть всякого истину. Эти никогда поясным поклонам не заканчиваются молитвы, только земным. И вот когда читают, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради причистой Твоей Матери, без крестного знамения, но земной поклон. Это семи поклонный, поклонное начало называется. Вот немножко о молитвах сейчас скажу. Я в прошлый раз говорил, что я подобрал специально для объяснения из жития святых. 60 моментов таких разных жития святых. Вот по порядку сейчас читаем. За 21 января это по житиям святых Дмитрия Ростовского. 21 января это книга за январь месяц. 21 число по старому стилю. Максимиан. Это никто и не знает. Максима знает, а это Максимиан. Молился, поднял руки на молитве. Крестообразно. То есть в сторону перпендикулярно раскинул, а вот так молился. Но мы не молимся просто для того, чтобы знать. Значит так молились. Иногда крестообразно раскинув руки, лежали на земле. В подходящем месте написано там, не в грязи. Притом ни один, ни два и мужчины, и женщины. То есть в первой христе, они о которых пишет Дмитрий Ростовский. Ну если мы верим в то, что он пишет. Так молились. И ты один можешь так молиться. Хрестообразно знаменную. За 28 января Ефрем Сирин, то есть Сирия, где война идет, молился о том, чтобы Бог послал ему человека, который бы научил его еще больше, мужчин уже знает. Ну не было никаких книг достать, ничего нельзя было. От людей учились. Поэтому так ценились учителя. Поэтому если учителей там поили, кормили, награждали, говорят, это вообще малозначащее сравнение с тем, что он тебе дает. И когда нужно было где-то учиться, люди ехали в ту страну, избирали учителя. И бывало как Фома Каюнский с одним учеником назначает и говорит, а где занятия? Сегодня занятия будут у нас на базаре. На базар пойдут. И он идет дорогой, разговаривает, потом видит, там кто-то в сторонке возится там в траве, в придорожной. А там оказывается два слепых. Он стоя остановил его, молча показывает ему, послушаем. И вот они разговаривают между собой, там выпили, закусывают. И говорит, как ты слепой? Да я слепой родился. А ты? А я очень непослушный был. Ну и родителей не слушался, конечно. И вырос, работать-то не умею, специальности никакой не получил. Я однажды научился воровать. И гляжу, хоронят богатые. Умерла девица у них. Ну я посмотрел, где похоронили. А хоронят в пещере. Я пошел к каменю, взял инструмент, там ломиком отхотил его в сторонку. И вижу на ней такое одеяние. Думаю, мертвый зачем? Я все снял с него. Уже выходить стал. Луна светила. Думаю, сорочка, последняя нижняя рубашка то у нее, она зачем ей мертвый-то? Я решил снять, только прикоснулся. И вдруг она зашевелилась, а я как окаменел. И она садится и говорит, солнца не видела никогда моего тела, а ты это делаешь. Ну и... Он встал, говорит, околостенки. Она, говорит, по стене шарит рукой, говорит, достигла моего лица. Глаза мои давнула, выдавила глаза, говорит, об стенку ударила глазами. Говорит, я едва выполз из этой пещеры. И вот с тех пор я слепой. Фома Каюнский, ученика, манит. Пошли. Он говорит, а мы учиться сегодня на базар. Он говорит, не надо, уже урок прошли. Урок пройден. И вот художники изображают, сапожник берет. Не было бы училищ таких. Один его учит, за это получает. И вот на молитве, и прям молился, где бы мне научиться большему? И Бог ответил, что иди в город. И кто первый встретится, тот и научит. Первой посвящалась блудная женщина. Долго смотрела на Иприма. А он говорит, а что ж ты так смотришь-то на меня? Ну, она ответила ему, я взятая из ребра мужа, потому я смотрю на тебя. А ты-то что уставился? Ты из земли взятый, в землю и смотри. Он развернулся, а глоблю, говорит, повернул и назад. Бог услышал молитву. Если ты просишь учителя, Бог даст тебе учителя. И ты не знаешь даже какого. Вот бегают маленькие ребятишки, как обезьянки прыгают. А ты не думаешь, что они учителя. Они показывают, может быть, то, какими мы являемся перед Богом. Бестолковыми, вредными, прихотливыми. Только поезда, ешь больше, спи дольше. Вот. Я сегодня показываю Серпремом Сириным, как Бог поступил, ответил на его молитву. А за 31 января житие святого Никиты. Вот Никита у нас рядом. На молитве бес, то есть демон пел, он поет, и он тоже с ним. И он увидел его молящимся, Никиту-то, и говорит, ты книги читай, ну найдешь там Библию, по Библии все читай, а я за тебя буду молиться. Библию читай. То есть молитва и чтение должны соединяться. Ну и дальше что было? Рехнулся, ум отнял. И начал проповедовать. А только проповедует Ветхий Завет, а Ветхий Завет, он ему не дает открывать, только Ветхий Завет, Новый Завет не открывает. Ну и братья это увидели, что что-то не то с ним. Да пришли молиться за него. Но из него бест-то вышел, он упал, еще не понимает. И оказалось, что и читать не умеет даже. Так. Ну а 1 мая, марта, показать, тоже Евдокия, у меня сестра Евдокия, она молилась, распростершись, крестообразно на земле. Ну просто для знания свое. Где-то отдельно будет, кто скажет, я хочу так молиться, ну чтобы не было соблазна, где отдельно бываешь, там в сад пошел, ты можешь так лечь, постели там какое под себя, чтобы не запачкаться, крестообразно. И посмотри, как будешь молиться, как твое лицо, куда будут смотреть. И молились крестообразно, распростершись на земле. Стоя молились крестообразно и лежа на земле. В какие дни ничего здесь не написано. Поэтому на молитве надо знать, как стоять. Ноги держать вместе, пятки вместе. Это в житиях святых указано. Ноги держать вместе. Ну вот старый человек, он не может стоять так, ему надо маленько пошире, как морские пехотинцы. Корабль-то качает, и чуть-чуть. Но надо приучить себя и ноги не подгибать в коленке. То одну подогнет, то вторую. Григорий Богослов говорит, что ж ты ноги-то подгибаешь на молитве, как журавль на болоте. Разве можно это? Мы оттуда берем вывод, что никак нельзя этого делать. Ну посмотри, стоят перед знаменем, там перед мавзолеем, как они стоят. Он даже не шевельнется. Рассказывает, женщина проходит мимо мавзолея, а он стоит и не моргнет. Она говорит, стоит как живой. Гражданка, проходите, не задерживайтесь. Она даже его не могла от статуи отличить. А здесь и крутятся, и вертятся, и как в храме-то? Приходят с места на место, покупают, что-то разговаривают, шепчутся. На молитве нужно быть очень напряженным. Мы дойдем из-за святого, который молился, то возле него земля была, превращалась, говорит, в грязь. Такой пот с него шел, настолько усердно молился. Ну там, какие капли падали-то они, не лужа, конечно. И мы это, считая, по житиям святым, научаемся. И написано, он молился и никогда не садился. Вот у нас даже в деревне, там потеряю, кого там 10 дворов-то, совсем, людей-то немного. Все равно, есть люди, которые приходят только, ну минут 5 уже сидят. Сидят. Самый старейший, 90 лет ей, Серафима Гавриловна, Плотникова, ее никто ни разу не видел сидящей. И она рассказывает, что-то плохо мне стало, говорит, в огороде было, ну совсем плохо. Я, говорит, до дома-то дошла, ну, думаю, прилягу, ну 90 лет. Чуть прилягу, думаю, а что ж я лежу-то, а? Встала, да давай поклоны делать. Сделала, говорит, поклоны, а потом давай гимнастикой заниматься. И все, говорит, у меня прошло. 90 лет. И она ничего из себя не таит. На молитве, как ты себя ведешь, так ты будешь и целый день вести, напряженно или нет. Или только, Господи, благослови, и на свои дела побежал. Встань пораньше. Не искушай Бога. На молитве. Никогда не подгибай ноги. Держи их вместе. Не оглядывайся. Вот три мы уже увидели, а как надо вести себя. Три, говорится, место, позиции указано нам. Если встал на молитву, не сразу начинают молиться. Приведи чувство в порядок. Отойди от того, что тебя волновало. Не бойся. Господь восстановит все. Успеешь. Ну, конечно, надо смотреть, сколько. Она говорит, я встаю ночью, молюсь, а три часа. Как три часа? Не работаешь, да нет, не работаю. А сама еще не старая. Нет. Ты про себя молись. А на молитве у тебя, сколько уйдет? Там полчаса. У нас больше-то не бывает. Чуть побольше иногда. Вот я разъясняю. Вот мы совершили начало. Не знаю, видно или не видно. Царю небесный утешить. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. То есть за все, за все благодарим. По-славянски. Боже, очисти меня грешим, яка не коли же благое сотворив пред Тобою. Но избави меня от лукавого, и да будет у меня воля Твоя. Да неосужденно отверзло уста мои недостойно. Восхолю имя Твое Святое, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, Утешителю души истинные, Иже везде ссы, И вся исполняй Сокровища благих И жизни подателю. Приди и вселись, Овны, И очистены от всяких Марти и спаси, Святые, посети исцели немощи наше имени Твоего ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, Сила и Слава вовеки. Аминь. Восставши от сна, припадамте блажь. Ангельскую песню пьемте сильный. Свят, 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 и си Божия, Богородица и помилуй нас. Слава от Суи Сыну и Святому Духу. Отодрая сна, воздвигнуйся, Господи, умой, просвети сердце, и уснивая, отверзивая, ежепетите, святая Троица. Свят, 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 и си Божия, Богородицу и помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приедет, ика и горж до деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, 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 и си Божия, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Кому герает Твоя благость и долготерпение, не прогнелся на ленивый и греш, не погубил меня со беззаконием моими. Но человек олюбствовал и си обычный, и в ничиане лежащего воздвигом я и си. Во ежиутривете, славослойте державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные. Отверзи мои уста, поучайте со словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя. И творите волю Твою, и петите о во исповедании сердечнем. И воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына, и Святаго Духа. Ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, Христу, Цареве и Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу, Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Псалом 18 Небеса проповедуют славу Божию, И о делах руки увещают тверь. День дню передает речь, И ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, Где не слышался бы голос их. По всей земле проходят звуки, И до предела вселенной слова их. Он поставил в ней жилище солнцу, И оно выходит, как жених из брачного чертога своего, Радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, И шестью его до края их, И ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, Укрепляет душу. Откровение Господа верно, Умудряет простых. Повеления Господа праведны, Веселят сердце. Заповедь Господа светла, Просвещает почву. Страх Господний чист, Пребывает воверь. Суды Господни, Истина, все праведны. Они в вожделении золота, И даже множество золота чистого, Слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, В соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои, От тайных моих очисти меня, И от умышленных удержи раба твоего, Чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен И чист от великого развращения. Добой слова уст моих И помышления сердца моего, Благоугодны перед тобою, Господи, Твердыня моя и Избавитель мой. Да услышит тебя Господь в день печали, Да защитит тебя имя Бога Яковлева, Да пошлет тебе помощь из святилища, Из Сиона, да подкрепит тебя, Да воспоминет все жертвоприношения твои, И все сожжения твое, да соделает тучные, Да даст тебе по сердцу твоему, И все намерения твои, да исполнит, Мы возрадуемся о спасении Твоем, И во имя Бога нашего поднимем знамя, Да исполнит Господь все прошения Твои. Ныне познал я, Что Господь спасает помазанника своего, Отвечает ему со святых небес своих, Могуществом спасающей десницы своей. Иные колесницами, Иные конями, А мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, А мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя, И услышь нас, Когда будем взывать к Тебе. Господи, Силой Твоей веселится царь, И о спасении Твоем безмерно радуется. Ты дал ему, Чего желало сердце его, И прошение уст его не отринул. Ибо ты встретил его благословениями благости, Возложил на голову его венец Из чистого золота. Он просил у тебя жизни, Ты дал ему долгоденствие навек и век. Велика слава его, Спасение Твоем, Ты возложил на него честь и величие. Ты положил на него благословения навеки, Возвеселил радостью лица Твоего. Ибо царь уповает на Господа, И по благости Всевышнего не поколеблется. Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, Десница Твоя найдет ненавидящих Тебе. Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе Своем Господь погубит их И пожрет их огонь. Ты истребишь плод их с земли, И семьи их, и среди сынов человеческих. Ибо они предприняли против Тебя злое, Составили замыслы, но не могли выполнить их. Ты поставишь их целью из луков Твоих, Пустишь стрелы в лицо их. Вознесись, Господи, силу Твоей, Мы будем воспевать и прославлять Твое могущество. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Бог мой, И Господь Иисус Христос, По Своей многолюбви сошел на землю И воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, Спаси меня благодатью Твоею, Молю Тебя, Ибо если по делам спасешь меня, То ты не будешь благодатью и даром, Но более дело. И многие щедроток излечены в милости, Ибо Ты сказал, Что верующий в меня жив будет И не увидит смертью в веки. Итак, Если вера в Тебя Спасает отчаявшихся, То верую, Спаси меня, Ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел Да вменится мне, Боже мой, Потому что совершенно Не найти дел оправдывающих меня. Но эта вера Да будет выше всего, Да ответит за меня, Да оправдает меня, Да я от причастника Слава Твоей вечной, И да не похитит меня сатана И не похвалится Слово, Что отторг От меня Что отторг От Твоих руки ограды, Но или хочу, спаси меня, Или не хочу. Христос мой Спаситель, Поспеши скорее, Скорее, Погиб я, Ибо Ты Бог мой, Очарив Матери Моей. Спадал меня, Господи, Возлюбить Тебя Теперь та же, Как возлюбил Как в своей тайной игре, И чтобы снова Потрудиться для Тебя, Без лени, Усердно, Как прежде Потрудился Сатане Прещающему. Особенно же Потружусь для Тебя, Господа и Бога Моя Иисуса Христа, Во всей жизни, Ныне и всегда, Веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, Поставь на охрань Мою бедную душу И несчастную жизнь. Не оставь меня, Грешного, И не отступи от меня За невоздержание мое. Не дай возможности Узлома демону, Подчинить меня Все пребладания От васмертного тела. Возьми крепко Несчастную И опустившуюся Руку мою И выведи меня На путь спасения. О, Светлый Ангел Божий, Хранитель, Покровитель Бедной моей души И тела, Прости мне все, Чем я скорбил Тебя Во все дни моей жизни. Если я чем согрешил Прошедшую ночь, Защити меня Настоящий день И сохрани меня От всякого искушения Вражеского, Чтобы мне Не принять Бога Никаким грехом И молись за меня Господу, Чтобы Он Утвердил меня Страхи Свои И сделал меня Рабом Достойно Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица Моя Богородица Своими святыми И всесильными молитвами Отгонит меня Смиренного Несчастного Раба Твоего Уныния Забвения Неразумия Нерадения Удалится скверное Лукавое И хумные Помыслы Из-за Крымого Сердца И помраченного Ума Моего И погаси Повемость Страстей Ибо Я Убог Несчастья Избавь меня От Ноги Пагубных Воспоминаний И Помыслов И освободи Меня От всех И злодеяний Ибо Тебя Благословляют Все роды И Пречистое Имя Твое Славится Во веки Вечное Аминь. Аминь. Молите Бога О нас Святые угодники Божие Игнатия Владимир Никита Надежда Глихерия Ибо Мы усердно К вам Прибегаем Скорым Помощникам Молитвенникам О душах Нашей Богородица Дева Радуйся Обрадана Мария Господь С Тобою Благословена Ты в женах И благословен Плод Чрева Твоего Яхо Родилась И Христа Спаса Избавителя Душам Нашим Непобедимая Божественная Сила Честнага Желтворящего Креста Господи Не оставь Меня грешным Уповающим На Тя Спаси Господи Люди Твоя И благослови Достояния Твое Победа Насопротивные Дары И Твое Сохраняй Крестом Твоим Жительством Спаси Господи Помилуй Отца Моего Духовного Родители Сродника Благодетеля Митрополита Илариона Епископа Эптихи Вениамина Агафангела Диамида Тихона Антония Священария Акимов Павла Геннадия Сергия Василия Иоанна Михаила Наума Кирилла Амбросия Вадима Зосима Липия Андрея Владимира Максима Диаконов Евгения Александра Михаила Андрей Епископа Максима Сергия Кирилла Венедикта Франциска Александра Диодора И весь священнический И иноческий чин И высший истинный служитель Миссионеров Христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам И дай нам еще священника Если угодно тебе Смири власти воин своих Наведи страх твой на них И через них сотвори Благое от церкви твоей Владимира Димитрия Александра Дональда Рамзана Петра Александра Эрдогена Амана И даруй мир И для всего пошли нам Добрых помощников Наставников И советников И сохрани нас От всякого зла Здесь и селения Наши От пожара Воровы Нечистой силы И живущих там Виктора Андрея Игоря Игоря Наталья Игоря Марину Никиту Щадых Виктора Сергея Севастьяна Людмилу Мину Алектина И расширь пределы Общих наших Найди новые души Побуди всех На благовестие Спаси Помилу Димитрия Марину Щадых Валентину Алексея Валентину Надежду Димитрия 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 Олега Алексея Александра 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 Михаила Нину Анну Щадами Юрия Георгия И всех С кем мы познакомились Кому возвестили Истину твою Аллилуйя Водри Господи На угрозы Врагов На лживый поток Который Сатана Пускает Из их уст Запрети Им Творить Пакости Делу Божию Не порази Их И в судный день Не вмини Мы их безумие В грех И дай им покаяние И примири с нами Благослови Благодетелей Наших Воздаем Добром Елену Евгению Евгению Наталью Владиму Максиму Посети болящих Дай силы Им все Перенести Дары Исцеления Сергея Алексея 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 Александра Александра Анна Мария Валентина Куличина Игоря Иоакима Ахелина Мария Тамара Даруем Здравия Да послужит Еще Церковь Эти Благодарю Тебя Господи За здоровье И за болезни За друзей И за врагов Ибо Все свое Время Будет На пользу Аллилуйя Избавя От пьянства Этого Страшного Гибельного Недуга Павла Михаила Андрея Владимира Александра Игоря Путешествующих Раиса Льва Отступников Николая Михаила Всех их найди Не дай им погибнуть В ожесточении Сердца Аллилуйя Я сохранил Наше сокровище Здесь сайт И форм Что есть И трудящийся Игорь 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 Сергея И все наше родство Найди Евдокию Валентину Ирину Татьяну Марку Нину Ольгу Елену Марию Татьяну Аллилуйя Упокой Господи В обителях Небесных Усопших Отец И братья И наших И же с верой Надежда На воскресение Жизнь вечная Отошедшая От жизни Сей Ибо нет Человека Который Живя на земле Не согрешил бы Родителей Сродников И всех Земля полна Слава Его Аллилуйя Слава Вышнею Бога На земле Мир В человеке Благоволение Аллилуйя Благодарю Тебя Господи Божий Мой За тот День В который Дал мне Веру В Тебя Страх Пред Тобою И ожидание Суда Божия Благодарю За тот День В который Дал мне Святую Библию И указал На толкование Святых Отцов Как на Истину Аллилуйя Слава Тебе Божий Наш Слава Тебе Пресвятая Госпожа Богородица Пресвна Дева Мария Матерь Христа Бога Нашего Спаси Нас Молитвами Своими Аллилуйя И сохрани Наши Сокровища Книги Здесь И в пути И да послужат Они на пользу Людям Спасение Их Аллилуйя Ангел Христов Хранитель Мой Святой Моли Бога О мне Грешен Добрый Мой Ангел Благодарю Тебя За эту Ночь Сколько Лет Ты Защищал Спасая От Опасностей Видимых И Невидимых Прошу Тебя Не покинев Смертный Час Когда Душа Будет Разлучаться От Тела И Проведи Душу Мою Помытарством Страшным И Непонятным И Веди Ее Навеки Вечное Царство Христа Бога Нашего Аллилуйя Иоанн Креститель Претеща Христов Моли Бога О нас Научи Нас Господи Жители В бедности Имея Пропитание Одежду Быть Благочестивым И Довольным И Никогда Не Роптать И Каждому Дару Жилье Сергею Гавриилу Молите Бога О нас Святые Пророки Божии Пророк Навстречу Тебе Господи С горящими Светильниками Истинной Веры И Сосудами Полными Иле Добрых Дел Соделанной В Духе Святом С любовью Аллилуйя Молите Бога О нас Святые Ангелы И Архангелы Херувимы И Серафимы И Все Небесные Силы Престолу Божию Предстоящие Святые Апостолы И Петр И Павел И Евангелисты Матфей Марк Лука И 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 Жизнь Вечную А Они Свидетельствуют О Тебе Аллилуйя Молите Бога О нас Святые Мученики Мученицы И 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 Мученик Клемен Клемен Римский Клемен Анкирский Анфим Некомедийский Георгий Победоносец Пантелеему Сорок святых Мужен И И Царь Николай Святая Царская Семейство Владимир Вениамин И И И И Мы И Дар obey 票 Анфима Вениамину У Старши Родителей за такое ложное воспитание. Да не погибнут эти дети. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Молите Бога о нас, святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Афанасий Великий и Прим Серин, Антоний, Макарий, Египетский Макарий, Александрийский, Корнилий Феодосий, Сергий Радонский, Степан Пемский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кроштадский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, молите Бога о нас, святые жены и девы, Фекла Первомущин, Сапатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юния, Киприан и Устина, Молите Бога о нас, Дарует Господь женам послушание и молчание, Соломудрие и стыдливость женам и девам, И сохрани их от всяческого поругания, Избави в них покоривость, Галины, семейство ее, Евгений, Надежды, Надежды, Надежды Светлана, Мария, Раиса, Лариса, Марина, Юлия, Елена, Людмилы, Галина и Анна, Прими нашу молитву воздеяния рук, Как жертву вечернее благоухание, Приятное перед престолом благодати Твоей, Божий всемогущий, Соедини нашу молитву С молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле, Услыши и исполни молитву всех, Молящихся о нас во благо нам, И прими нашу молитву о всех, Заповедавших нам молиться о них, Спаси их и помилуй, Аллилуйя! Говори, Господи, владыка, Слушает и дослышит раб Твой. И на представленную Людмилу, И любовь и покой в обителях небесных, И проведи по мытарству. Аллилуйя! Доброе утро! Сразу напоминаю, Некоторые приходят и забывают, Пальцы как ты складываешь, Два перста или три, Церковь признала равноспасительное. Сначала накладывается на лоб, Центр лба, Лево, То есть где хук находится, Сюда, Право, И лево. И смотрите, Как в молитву вкладывается в эти движения. Движение должно быть ровно поперечно, А то на левую руку куда-то сюда. Даже видение было одному. Молится, А бес сидит на плече. Когда подсказали, Он руку донес, Только демон сразу опрокинулся, И больше не подошел. Но это рассказы, Но они на чем-то основаны. И как молятся? Господи, Иисусе Христе, То есть ты Господь всему, Глава, Иисус Христос Через чрево Деву Марию Получил имя, Воплотился Сыне Божий, То есть воссел Одесну И с правой стороны, Бога, И левая погибельная сторона, Помилуй меня грешного, И поклониться надо так, Не подгибая колени, Ноги держать вместе, Чтобы рука могла пол достать, Попробуй, Для проверки, Поклонись. Вот у меня была операция, У меня еще две там грыжи, Ну на...